Слово о лже-пророках и лже-учителях и о геретиках и о знамениях кончины века сего было сказано в ожидании близкой смерти. Прискорбно это мое слово, как последнее, в чем я уверен, но в то же время и радостно. Прискорбно потому, что мне не придется уже больше говорить с вами, а радостно потому, что наступает для меня время разрешиться и быть со Христом. Филиппийцам 1.23 Немного уже мне быть с вами, говорить к вам, как сказал Господь. Со скорби сердечной повеседуясь с вами и о лже-пророках, лже-учителях и безбожных геретиках, о которых говорил апостол. Лукавые человеки и тирогеи преуспевают на злое, прельщая и обольщаясь. О которых и я часто напоминал вам. Много беседовал я с вами по милости Христовой, как вы и сами знаете, боголюбезные. И почти в каждой беседе мы вспоминали о них, если, разумеется, вы помните. Например, то, что говорилось вчера. А, конечно, вы, я знаю, помните. Особенно, что те из вас, которые любят труд, любят книги, любят Христа. Книголюбец по справедливости может быть назван христолюбивым на основании слова Господа. Если кто любит меня, соблюдет слово мое. И любящий меня возлюблен будет отцом моим. Любящий меня получается в законе день и ночь, очевидное в Евангелии и прочих священных писаниях. А такой человек неизгладимо хранит в сердце своем память о Боге. Ожидая его с небес, всегда бледет час пришествия его. Постоянно имея в руках эти священные книги, он никогда не забудет о тех страшных книгах, о которых написано «Судья сел, и книги раскрылись». Даниила 7.10 Вот какая польза от занятий священным писанием, как вы много раз уже слышали. И что я постоянно говорю? Из того, что для нас полезно, Божественное Писание ни о чем не умолчало, ничего не забыло, но постоянно возглашает и через пророков, и через апостолов, и как чадо-любивая мать своих детей. Каждого из нас наставляет, утверждает и предупреждает. Напоминает она нам и о минувшем, и о настоящем, и о будущем, ничего не пропуская, как сказано из того, что нам полезно. И при том, говорить обо всем этом не тайно, не в полголоса, но повсюду. Во всеуслышание провозглашает и через закон, и через пророков, и через апостолов, и даже устами самого Господа, как само оно об этом свидетельствует через пророка Исаию. Возопи крепко и не умолкай, как трубу возвысь голос твой, а в другом месте, на гору и высокую зайди, благовествуй Сиону, и немного спустя, возвысь голос, не бойтесь. И Ледовид говорит, утрудился завя, и иссохла гортань моя. Иоанн Богослов в своем соборном послании наставляет, берегитесь. А что внушает Павел? Смотрите за собою, как ходите. А Господь? Я ничего не скрыл от вас и тайно ничего не говорил. А в другом месте Евангелист свидетельствует о нем, что он стоял и звал. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Видишь, сколько усилий, сколько старания, сколько ревности в призывании. И никто не внимает. И опять блаженный Павел говорит, берегите псов, берегитесь от злых делателей, берегитесь обрезания. Филиппийцам 3.2 Смотрите, как ходите, ибо дни лукавы. Иоанн говорит, смотрите за собой, чтобы не погубить то доброе, что делали, ибо много ли стесов вошло в мир. И много подобных наставлений в божественных писаниях Ветхого и Нового Завета, призывающих нас пробудиться и бодрствовать. А мы поступаем наоборот. Подобно тем людям, о которых сказал Исайя Пророк. Ушами своими слышат с трудом, и очи свои сомкнули. Исайя 6.10 О, сколько и каких писаний мы, слыша, оставляем без внимания. Зато и безответными останемся мы в день испытания, Когда придет просвещающий тайны тьмы и раскрывающий все движения сердец, Когда раскроются книги, когда восядет судья, Книги, о которых мы ныне слушаем с улыбкой, не желая придавать им значения. Все мы сбились с прямого пути, и каждый блуждает по своей дороге. С нами опять то же, что было прежде. Когда ты не владел нами, Господи. И поистине исполнилось на нас пророчество Давыдова. Смешались с языками, привыкли к злым делам их. Потому-то мы и унижены по всей земле за грехи наши. И концы век нас достигли, как написано. И пастыри волки, и овцы расчищены, и голод при дверях. Не голод хлеба и жажда воды, но голод слышания Слова Божия. Амос 8.11. Однако никто из надеющихся на Господа да не отчаивается. Не унывайте, но постоянно помните о том, кто сказал «Се, я с вами!» Будьте спокойны. Души праведных Господь не погубит голодом. Об этом голоде говорит Господь через пророка. «Вот грядусь дни, и я пошлю голод на землю. Не голод хлеба, не жажду воды. Но голод слышания Слова Божия. И от восхода до запада будут ходить ища Слова Господня». Видишь, о хлебе ли здесь говорится? Бог о хлебе не говорил. О, голод ужасный, душевредный и гибельный! О, голод, навлекающий вечное наказание! Этот голод виновник всякого дурного дела. Этот голод – корень всякого зла. Этого-то голода наступления провидия пророк Давыд умолял Бога, говоря «Боже мой, не отвергнись от меня!» И о благоверных он пророчествовал, говоря «Избавь от смерти души их и пропитай их во время голода». А в другом месте он говорит «И во дни голода насытятся, или «Милостив и щедр Господь пищу дает боящимся его». Эти слова Давыда относятся к тем, которые усердны в изучении Писаний. Они голода не будут испытывать. Будем же исследовать Писание, чтобы не коснулся нас грядущий душепагубный голод. Будем усердны к Писаниям, чтобы не заблуждаться и не увлекаться всяким ветром. Нерадивым к Писаниям говорит Спаситель «Заблуждаетесь, не зная Писания». Подлинно таковые и заблуждаются. И откуда произошел этот душепагубный голод? Разве не от того, что не исследовали Писаний? О, скольких благ лишаемся мы, оставляя Божественное Писание! Недаром Господь повелел изучать их. «Изучай тщательно, изучай и ищи, и найдешь великое неоценимое богатство, найдешь сокровище, зарытое в поле, уразумеешь Божественное Писание. Изучай и найдешь, а нашедший продай все, что имеешь, и купи то поле. Прекрасное познание святых Писаний, в которых скрыт Сын. Истинная мудрость Отчая, а нашедший Его блажен будешь, как написано. Блажен человек, который найдет премудрость. Притча 3.13 Изучай Писание, возлюбленный, богат ли ты или беден, раб или свободный, муж или жена, исследуй Писание. Ведь Божественное Писание есть сокровищница всякого добра. Но возвратимся к предмету нашей беседы. У нас речь о кончине мира, о ложных пророках и ложных учителях, о безбожных еретиках, подобно бурному потоку затопивших все и причинивших многие соблазны. И почему все это произошло? Очевидно потому, что предстоятели оказались недостаточно сведущи и опытны. Ведь неопытность пастырей – гибель для овец. Но с чего начать теперь мне речь? Говорит ли сначала о близости кончины? Или бичевать ложные учения нечестивых еретиков? Если бы время позволяло, я разоблачил бы их ложные учения и беззаконные дела. Но это большое дело, и много речей нужно, чтобы разоблачить их несостоятельность. Впрочем, для настоящего случая достаточно только, на основании Священного Писания, указать на них, как на врагов Христа и волков, угрожающих его стаду, но повсюду удаляемых и отстраняемых от овец Христовых. И пророки, и сам Господь, и блаженные апостолы вполне справедливо называли их волками. И не только волками, но и заразой, и нечестивыми, и противниками, врагами, коварными, хулителями, лицемерами, ворами, разбойниками, гнусными, лжепророками и лжеучителями, вождями слепыми, бродягами, злыми, антихристами, соблазном, сынами лукавого, плевелами, безбожными, духоборцами, хулителями духа благодати, коим не отпустится ни в этом веке, ни в будущем. Их ради и путь истины хулиться. В довершении всего они, дети лукавого дьявола, как говорит богослов. Через то ясно, что они чадо дьявола. 1 Иоанна 3.10 Итак, нужно сперва им посвятить несколько слов, а потом поговорим и о кончине. Мы наблюдаем кругом себя немало таких явлений, которые указывают на близость конца веков, по выражению апостола. Настали трудные времена, умножилось беззаконие, иссякла любовь многих. Появилось множество обольстителей и еще больше обольщаемых. Раскроем же священные книги, отыщем в них путь истины. Пойдем по нему, поспешим к святым горам, я разумею пророков и апостолов, чтобы не заблуждаться и не носиться всяким ветром учения по лукавству человеческому, по коварству обольщения. Не будем оставаться внизу, но вместе со святыми учениками Христовыми зайдем на блаженную гору и услышим пастыря нашего говорящего, смотрите, чтобы кто не престил вас. Смотрите, ибо много придет обольстителей, берегитесь всюду. И Иоанн говорит подобное, наблюдайте за собою, чтобы не погубить, что доброе сделали. И Павел, берегитесь псов, смотрите, как ходите, эти увещания, блюдите, берегитесь. Повторяется не синой какой-нибудь целью, как с той, чтобы предупредить и обезопасить нас от тех, которые под овечьей шерстью скрывают в себе волков и обольщают беспечных. Очевидно, настоятельная нужда была в том, чтобы повсюду в Писании повторять «Берегитесь, смотрите, бодрствуйте, будьте внимательны не только к себе самим, но и ко всему стаду». Ни о чем ведь не умолчало Божественное Писание из того, что нам полезно. 698. Я не могу удержаться от слез, когда слышу, как некоторые из принадлежащих к нашей Церкви говорят, что этого не сказано в Божественных Писаниях. И это высказывается не только посломами, но и теми, которые мнят в себя пастырями и считаются преемниками апостолов и пророков по служению, но не по нравам. Вполне справедливо обратиться к ним со словами «Горе вам вожди слепые, невежественные и слабые, украшающиеся одеждами, а не книгами, забывшие Слово Божие и служащие чреву, как сказано «Бог их чрева, слава их срами». Филипийцам 3.19. «Молоком, шерстью и мясом поствы вы пользуетесь, а об овцах не заботитесь. Как избежите вы гнева Божия за такое нерадение о спасении?» Вооружившись смелостью, я предложу вашему вниманию более обильные свидетельства, чтобы показать из Священного Писания, Евангелий, пророков и апостолов под водительством Христовым, как заграждается уста говорящих неправду и чтобы просветить сердца желающих Слово. Откуда начать там, как не от того, кто сказал о себе «Я есть первый и последний». Пусть же каждый из вас сосредоточит все свое внимание, оставив всякие житейские заботы. Господь сказал «Смотрите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, говоря «Я Христос», и многих прельстят». И опять «Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, но, говорит, по плодам их, узнаете их». То есть по их речам, по ложным пророчествам, по лицемерии их, по худой славе, по их ругательствам вы их узнаете. Не может дерево злое плоды добрые приносить, ведь всякое дерево узнается по своему плоду. Так и вы узнаете таковых людей по их плодам. И узнавши, не принимайте их в свои дома, не входите с ними в общение, не ведите с ним бесед. Не подвергайте бисера вашего перед ними, но берегитесь их закваски, то есть их ереси. Никто из вас да не пренебрегает сказанным, ведь это говорит сам Бог. Слушайте, пастыри, голос верховного пастыря. Слушайте, как разоблачает и отгоняет он тайных волков. Слушайте и будьте внимательны и к себе самим, и ко всему стаду. Берегитесь псов, берегитесь хищников, потому что не входящий дверями во двор овчин, но перелазящий Индия есть вор и разбойник. В другом месте о них говорит Господь. Кто не со мною, тот против меня, а им говорит. Отец ваш дьявол, горе вам, что затворяете царство небесное перед человеками, ибо сами не входите и входящих не допускаете. А в другом месте заявляет им. Вы не от овец моих. Видите, как Господь повсюду изобличает и посрамляет нечестивых, чтобы нас предохранить от заблуждения. О, неизъяснимое снисхождение! О, неисчерпаемая благость! Что воздадим мы Господу за все это? Чем оправдаемся перед верховным пастырем? Вот, о пастыре и сопастыре, немногое из многого. Видите, как повсюду Господь, утверждая нас, взывает в святых своих Евангелиях. Смотрите, бодрствуйте, будьте внимательны, будьте усердны, боритесь. И не только в Евангелиях взывает так, но и устами богоносных пророков и богословов учеников вещает то же слово. Потому что во всех говорит Он, как Ему угодно. Что подтвердает и Павел, заявляя, что в Нем говорит Христос. Итак, вызовем теперь сюда богословов и послушаем, что они возвестят нам об еретиках. Скажи ты, блаженный Петр, которого блаженным нарек сам Господь наш Иисус Христос. Скажи нам об обольщающих и желающих обольстить Христово стадо, которое тебе вручено и верено пастырь-начальникам и блестителям душ наших. Скажи, что внушено тебе Духом Святым? И утверди свою пасту. Укажи нам тайных волков. Как сделал это твой учитель Христос Господь? Вот что говорит Петр. Многие придут, развратители, в последние дни, наглые ругатели, поступающие по нечестивым своим похотям. И опять, у вас будут лживые учителя, которые внесут палубные ереси, отвергаясь искупившего их владыки, и многие последуют их разврату. Путь их погибель. Они чадо-клятвы, оставившие правый путь. Вот что возвестил Петр. Воистину блаженный Петр. Петр – камень веры, на котором создал Христос свою церковь. Петр – распорядитель ключей Царства Небесного. Петр, ходивший по волнам, как по суше, горячо любивший владыку Христа, поразивший в Риме Симона Волхва, как глава и первый защитник веры, первого разбойника и ученика дьявола в ересях. Апостол Иоанн сказал. И через то обнаружится, что они – дети дьявола. Видите, как во всех их говорит Христос. Ведь и сам он в Евангелии сказал подобное же. Вы имеете отца вашего, дьявола. Знаю я многих, говорящих в защиту еретиков, что и их создал Бог. Помимо Бога говорят, ничто не может быть. Не разумеют они ни того, что говорят, ни того, на чем утверждаются. Что каждого из нас создал Бог, этого не отвергаю вместе с ними и я. Но Он создал нас на дела благие, чтобы мы в них совершенствовались и делались чадами Божьими по правой вере. 700. Но возвратимся к предмету нашей беседы. Иоанн говорит. И ныне много явилось антихристов. И опять. Смотрите за собою, чтобы не погубить доброе. Ибо много придет в мир ростецов. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Ибо придут много лжепророков. В другом месте. Если кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. И опять. Всякий, приступающий и не пребывающий в учении Христовом, не имеет Бога. Так наставляет нас Иоанн. Иоанн, сын грома, возлюбленный более всех святых, утвердивший церковь от конца до конца вселенной и заградивший уста еретиков своим богословием. А Яков сказал. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Божиим. Слушайте все вы, разделяющиеся еретиками трапезу. Этот горький для вас приговор. Вы враги Христу. В самом деле, кто дружит с врагом царя, тот не может уже быть другом царя. Он не заслуживает даже и жизни, и осуждается на все худшее. Иуда Яковлев сказал. Пришли многие человеки, издревле предуготованные к осуждению, нечестивые, отметающие благодать и прилагающие в скверну, единого владыки Господа нашего Иисуса Христа, отметающиеся. Иуда 1.4. И далее. В последние времена явятся наглые ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Они без боязни будут пребывать с вами на пиршествах, облака безводные, всяким ветром носимые, звезды блуждающие, которому готовен мрак вечной погибели. Так еще сильнее поучает нас славный Иуда. Остается теперь, наконец, Павел, сосуд избрания. Скажи нам и ты по благодати, данной тебе от Бога. Скажи нам о настоящем веке лукавом. Разоблачи тайных волков, обличи и посрами расхитителей святого стада Божия. Вот что говорит Павел. Знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада. Диане 20.29. Видите, повсюду богослову согласно с учителем своим именуют безбожных еретиков собаками и волками. Так и в другом месте говорит Павел. Берегитесь сов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас философию по человеческому обольщению. Берегитесь, ибо ходите среди опасностей и дни лукавых. После таких увещаний кто может оправдаться в своем нерадении? И опять в другом месте. Еретика человека после первого и второго вразумления отвращайся. И еще. В научении, странные, различные, не прилагайтесь. И еще. Еретики, человеки, будут преуступать на худшее, преуспевать на худшее, прельщаясь и прельщая. И еще. Оскверненным и неверным нет ничего чистого. Слушайте же вы, разделяющие с ними вечерей любви. Как избежите вы гнева, грядущего на вас? Вы, оскверняющиеся с ними в пище и питье. Как осмелитесь приступить к божественным и страшным тайнам? Разве не слышали вы блаженного Павла Взывающего? Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую? Не можете быть участниками трапезы Господней и трапезы Бесовской. Выйдите от среды их и не прикасайтесь к нечистоте. Убедил ли я вас? Или труды мои были напрасны, я говорил на ветер? Впрочем, ради тех, которые охотно и усердно слушают наставления и их исполняют, я не остановлюсь и буду продолжать словами Павла. Скажу опять то же, слушайте, не подклоняйтесь под их ермо вместе с неверными. Какое общение у света с тьмою? Где дерзкие утверждающие, что не говорится этого в божественных писаниях? Где они, у которых Бог чрева и слава их срами, а не мыслят о земном? Так получает, наставляет и ущевает нас Павел сосуд избрания, а града церкви победоносный борец. Павел, боговещанная лира, вестник Христов, списатель догматов, труба слова, оратор благочестия, сеть, уловлявшая язычников. Вот что и еще больше говорили о безбожных и неверных блаженные богословы апостолы. А гораздо раньше их то же самое говорили пророки. Необходимо выслушать и этих последних. Так пророк Давид говорит, нет в устах их истины. И еще, ненавидящих ли тебя, Господи, возненавидел и о врагах твоих истаял? В совершенной ненависти ненавижу их, враги они мне. Соломон говорит, что нечестивые лицемерно прикидываются благочестивыми. А в другом месте наставляет, сын мой, не прельщайся, и да не прилепится к тебе муж нечестивый, и не иди в путь с ними. Исайя же пророк, вернее, Господь через пророка, говорит, сына родил я и воспитал, а они отверглись от меня. А в другом месте нет радости нечестивому, говорит Господь. Нет мира. Недостаточно ли этого? Нужно ли приводить свидетельство еще и других пророков? Для расположенных слушателей, я думаю, достаточно и этого. А кто теперь не оказал внимания слову, того не убедит и более подробное изложение. Остановимся немного еще только на словах пророка Давыда и посмотрим, как он обличает и посрамляет их скрытое коварство, говоря, нет у них истины в устах, сердце их суетно, и так далее. Заметьте мудрость пророка, как он обличает и посрамляет заблуждающихся, чтобы предохранить нас от заблуждения. Послушайте, православные, и не потворствуйте еретикам. Послушайте, пастыри, и устрашитесь. И не молчите, но проповедуйте слово, не давайте место дьяволу, не открывайте двери волкам. Подражайте блаженному апостолу Петру, как он в Риме, когда треклятый Симон богохульствовал и утверждал про себя, что он есть сила Божия. Не промолчал и не пропустил, но тотчас же обличил его и показав, что он обманщик, разбойник и противник Богу, низвернул его с высоты, предав его гибели. Подобным образом и сына его, или вернее сына дьявола Монтана, скверного, нечистого и безбожного, с его двумя блудодейцами, апостол решительно обличил и привел в молчание, доказав, что он противник Богу, лже-христос и лже-пророк. Заградил его нечистые уста именем Христовым, не великодушиствуя и не потворствуя его богохульству. Большую ошибку допустил здесь автор, кто бы он ни был, утверждая, что Монтан был обличен апостолом. Петра или Павла, он разумел. На целое почти столетие после мученичества Петра и Павла Монтан начал проповедовать свою ересь в 19-м году Антонина Пия, по словам Епифания, подробно рассказывающего и о двух блудодейцах Прискиле и Максимиле. Так поступайте и вы, пастыри, и не только не принимайте участие в скверных делах тьмы, но и обличайте, как это делали апостолы. И Бога Отец Давыд много трудов и много борьбы перенес из-за нечестивых людей, обличая и запрещая их, посрамляя их и докучая о них Богу такими мольбами. Да коли грешники, Господи, да коли грешники будут похваляться, расточи их силою Твоею, дай им, Господи, по делам их, чтобы разумели дела Господни. «Господи, в ограде Твоем образ их да уничтожится!» Или, воссылая моления своих Господу, Давыд умоляет его, чтобы он сам, сойдя с небес, исполнил просьбу его «Господи, преклони небеса и сойди! Господи, не замедли! Скоро да предварят меня щедроты Твои, Господи!» И что же, человеколюбец Бог, хотящий всем человеком спастись и в познание истины прийти, близкий ко всем, призывающим его в истине. Он не презрел и не оставил тщетными мольбы святых, но преклонил небеса и сошел, и все устроил для спасения рода нашего, всему научил нас и словом, и делом. Так желая научить, как будущие предстоятели церквей должны относиться к иритикам. Он сделал бич из веревок и, войдя в храм, изгнал всех оттуда, вытолкал и преследовал их со словами «Храм мой, дом мой, домом молитвы наречется, а вы же его сделали вертепом разбойников». Слушайте же, предстоятели церквей, прекрасный образец для подражания дал вам Спаситель. Последуйте стопам его, неусыпно и бдительно охраняйте свое стадо и отгоняйте от него волков. Затем, изгоняя вон всех, очевидно, противомыслящих и предрегая конец истребления и уничтожения всех противомыслящих в будущих родах, он сказал «Все, оставляется дом ваш пуст». Видишь, как оправдались его слова. Враги и недоброжелатели церкви, то есть иритики, в каждом поколении предавались гибели по слову Господа, сказанному им «Всякое дерево, которое не отец мой насадил, небесный, искоренится». Что и сбылось. Именно он сам первый сделал это и показал пример. А после его вознесения на небеса, блаженные апостолы, по его примеру, вели борьбу с противниками церкви. После же них и учители церкви, и святые соборы, вывавшие по временам, утверждая их божественное учение, всех упорствующих в ересях искореняли и предавали гибели по написанному «Погубил всех говорящих ложь». Так все они и погибли за беззаконие их. В самом деле, где теперь те, которые некогда ратовали против церкви? Цари, властители и мудрецы, они рассеяны, истреблены, от них не осталось и следа. 704. Где гордость и дерзость иудеев, где символ волк, первый еретик, ученик и предтеча антихриста? Где злое его порождение, наследник его безумия и нечестия Монтан, вождь злых с его двумя блудодейцами? Где их пресловутые таинства, о которых говорить противно, гнусные и мерзкие, о которых и апостол говорил? То же, что они делают тайно, стыдно и говорить. Где Маркион? Где Валент? Где Манес? Где Василийцы? Где Нерон? Где Ильян? Где Арии? Где Месторий? Где все противоборствовавшие истине, о которых церковь посвятала? Абыдоша, меня, псы многие! Не погибли ли все они? Рассеяны они все за свои хуления, и отовсюду изны, как волки, потому что встретили себе противников и мужественных против них борцов. В лице блаженных мужей, тогдашних предстоятелей церквей, то были истинные пастыри. Но я вижу большое развитие между тогдашними пастырями и современными. Те были борцы, а эти – беглецы. Те совершенствовались в книгах и учении, а эти изощряются в нарядах и украшениях. Эти, как наемники, оставляют овец и бегут, а те душу свою полагали за овец по примеру доброго пастыря. О, блаженные мужи, имена коих в книге жизни. Их устрашали бесы, им угрожали еретики, но заградились уста, говорящих неправду. Воскликну я подобно Давыду, который с плачем взывал, «Где многие твои милостей, Господи, древние?» Скажу и я со слезами. «Где тот блаженный лик святителей и учителей, которые как светочи просияли в мире, соблюдая слово жизни? Впрочем, что мешает нам возобновить сейчас в памяти их имена, хотя бы из многих немногие? Ведь само это воспоминание о них послужит к освящению душ наших. Где Еводий, благоухание церкви, преемник и подражатель святых апостолов? Где Игнатий, жилище Божие? Где Дионисий, птица небесная? Где Ипполит, сладчайший и благостнейший? Где Василий, великий, почти равный апостолам? Где Афанасий, святой, изобильный добродетелями? Где Григорий, второй богослов, непобедимый воин Христов и ему соименный? Где великий Ефрем, утешитель малодушных, наставник юных, руководитель кающихся, гроза еретиков, сокровищница духа, сосуд добродетелей? Видите, какой собор! И как разнятся эти святые и блаженные пастыри от нынешних? Я знаю еще и других богоносных учителей, на этот раз уже достаточно перечисленных. Они душу свою, как я уже сказал, полагали за овец своих, а эти, современные, оставляя овец, бегут. Те сильны были в слове и в деле, а эти в деньгах и в стяжании лошадей, мулов, полей, стад, поваров и роскошного стола. О подобных вещах они готовы беседовать без конца, днем и ночью. А для словесной пасты, за которую предстоит им дать ответ, в страшный день суда, у них не находится и слова. Если кто спросит их о книгах, они отвечают, я беден и не в состоянии купить книг. Между тем, перед народом они являются вовсе не бедными, но одетыми в изысканные одежды, с туго набитыми кошельками. Шеи у них, как у откормленных быков, за собой они волочат толпу учеников, вернее, поваров. От избытка роскоши они, стыдно даже и говорить, завели у себя под видом работы, выкупленных из плена наложниц. О, великий срам! О, постыдная роскошь! О, жалкое сребролюбие! О, несытое чрево! Отсюда-то соблазны, отсюда сплетни, дурная молва, упреки, беспорядки. На все упреки они отвечают, я не обижаю никого, а своим имуществом могу располагать. Если же кто из нечестивых еретиков начинает распространять свое безумное учение, отвечать некому. Бороться нет охотников, все оказываются бедными, бессловесными, все убегают. О, сребролюбие! Злой корень всех зол! При помощи богатства вы надеетесь спастись, но удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому в царство Божие. Утопая в роскоши и пьянстве, превозносясь гордости, вы хотите победить ереси, но горе вам изнеженные и щеголяющие, славтолюбивые, в золоте изысканных нарядах. Как другим вы покажете прекрасную бедность Христа ради нас обнищавшего и заповедовавшего ученикам своим не иметь и меди в поясах? Макфея 10.9 Вот именно прельщаетесь вы, не разумея Писаний. Не слышите ради вы Господа говорящего, блаженны нищие, и еще горе вам богатым, и не скрывайте себе сокровища на земле. Богатство ваше умножилось, а слово оскудело. Одежды ваши тленны, о них ли дадите вы ответ пастыре-начальнику Христу? Ведь вы знаете, что каждый из нас даст ответ Богу о себе самом, а вам, архиереям, иереям, и дьяконам, предстоит ответ и о себе, и об овцах, сколько каждому верено. Смотрите же, не забудьте веренных вам талантов, внимайте себе и всему стаду. Смотрите, чтобы не потерялась овца из вашего стада. Ведь вы знаете, что если одна овца погибнет, сделавшись добычей врага по вашей беспечности, тогда всей своей жизнью вы не загладите этой потери. Крови ее судья взыщет от руки вашей, 705. Опомнитесь же, наконец, примитесь за проповедь слова, отбросьте всякую житейскую заботу, будьте строго внимательны к своему делу, берегитесь псов. Опять говорю, блюдитесь, берегитесь, и не перестану говорить. Берегитесь хищников, берегитесь, потому что много обманщиков действует ныне в мире. Бодрствуйте, неусыпно вы, которым вверены дары благодати Господней. Бодрствуйте, чтобы не застал вас спящими час страшного пришествия Господа, когда придет Он потребовать от вас отчета в тех талантах, которые вам были вверены. Имея это в уме, возлюбленное, спасите Божие стадо, как говорил апостол, непринужденно, но добровольно, не ради корысти и неправедных прибытков, но усердно. И не господствуйте над стадом, но подавайте пример, ожидая явления пасторя-начальника, и тогда примите от него неувидаемый славы венец. Опять повторю то же самое. Слушайте, иереи Господни, цари земные все люди, князи и все судьи земные, юноши и девы, старцы, с младенцами. Послушайте все живущие по вселенной, великие и малые, мужи и жены, вместе богатые и бедные. Умоляю вас, выслушайте внимательно мои слова. Я хочу вам показать и доказать на основании Священного Писания, что не все, именующиеся христианами, христиане на самом деле. Что по отношению ко многим, это наименование – пустой звук, вводящий лишь других в заблуждение. По названию христиан много, а на деле – очень немного. Иные по виду, как будто и христиане, и ученики Христа, а по характеру предатели. На словах благочестивы и милостивы, а на деле не милосердны и нечестивы. По названию христиане, а по убеждениям – язычники. Потому что, как предрек еще пророк Давыд, смешались в народах и привыкли к делам их. И действительно, на нас исполнилось пророчество это. Сколько христиан занимаются иудейскими и греческими баснями, родословиями, гаданиями, звездочетством, волшебством и талисманами. Сколько христиан наблюдает несчастные дни и годы, приметы, сновидения и крики птиц? Затем, не христиане ли купаются в источниках, погружая предварительно в них светильники? Не христиане ли верят во встречи, едят и новожертвенные и удавленену, едят кровь задавленных зверями и растерзанных птицами и многое другое тому подобное? Как могут быть христианами те, которые допускают все это? По какому праву осмеливаются не называть себя христианами? Как дерзает приступать к божественным таинствам, будучи хуже язычников? Точно так же, сколько христиан держатся языческих обычаев, вроде прикрашивания лиц, приветствий, плясок, рукоплескания, употребления мужчинами женских одежд? При таких обычаях какая польза человеку от того, что он именуется христианином? Ведь как девица, пока сохраняет свое девство, достойной и благоприличной называется девою, и на самом деле дева. Но если обольстит ее кто-нибудь и растлит, и она утратит свое девство, тогда она уже более не дева. Так и глаголимый христианин, если он приступил завет и поправ свои обеты, и слово евангельское отверг, и живет по-язычески, тогда ему бесполезно и называется христианином, как уже сказано. Поймите же, возлюбленные, все, все, что от всего языческого отреклись мы в этих неногих словах, каждому из нас в свое время произнесенных, отрицаю сатаны и всех дел его. Подумай, что ты сказал? Всех дел его. Смотри, кому ты обещался? Не ангелу, не царю земному, не князю мира сего, но царю царствующих и Господу господствующих. Ему ты обещался. С ним вступил завет и сочетался при многих свидетелях. В руках его и ты, и слова твои. И настанет время, он придет с небес с твоим рукописанием, с твоими словами, произнесенными тобой при ангелах и людях. Помните это, братья, и влюбитесь впредь от дел языческих. Послушайте, что говорит апостол. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». Ефесянам 4, 17, 20. «Примите к сердцу возлюбленные мои слова и не сообщайтесь с теми, которые так поступают. Много ведь ныне сынов погибли, и они еще умножаются. Берегитесь, время нынешнее лукаво, таких же и слуг оно себе избирает». 707. «Не удивляйтесь, если и пастыри оказываются волками, ведь именно в беседе сепийсками и пресвитерами апостол Павел говорил, из вас самих восстанут люди, говорящие превратно. Итак, не давайтесь в обман никому, хотя бы кто имел снаружи вид ангела, будучи внутри дьявол. Поэтому Иисус и говорит «берегитесь, чтобы кто не престил вас». И я опять повторю то же самое. «Берегитесь от соблазна, откуда бы он ни шел, от чужих ли или от своих, или кто бы ни был тот, кто говорит развращенное, епископ ли, пресвитер ли, диакон ли или чтец, из тех же, которые приходят вам в одеждах овечьих, а внутри суть волки сищная, которые имеют образ благочестия, силы же его отверглись. Вы же, возлюбленные, не вдавайтесь в заблуждение, но как приняли Господа нашего Иисуса Христа, в нем и пребывайте, и Бог мира будет с вами». Но об этом я уже говорил довольно. Побеседую еще немного о признаках кончины мира, и тем заключу свое слово. Как только начинаю я говорить о кончине мира, ужас объемлет меня, и я теряюсь. Конечно, все дела Господни удивительны, велики и страшны, и славны, но конец мира и таинства второго пришествия Господни превосходят всякое слово, всякий ум, всякую мысль, не поддаются изображению, и поражают всякий слух. Велико было желание учеников услышать от своего учителя о признаках кончины мира, и немало усилий было ими сделано с этой целью. Вы не один раз слышали евангельское повествование о том, как Иисус сидел на горе Илеонской, и приступили к Нему ученики, и Он наедине говоря, «Скажи нам, какое знамение Твоего пришествия и кончины века?» Матфея 24, 3. Заметь благоразумие учеников. Когда они хотят спросить Господа о чем-нибудь важном, они не все вдруг обращаются к Нему, но поодиночке и говорят. Один говорит, «Скажи нам, Господи!» Другой, «Скажи нам, благий!» Иной, «Скажи нам, сердцеведец!» Иной, «Скажи нам, ведущий, начало и конец!» «Скажи нам, ведущий все прежде его осуществления!» Скажи нам, «Творец веков!» Скажи нам, «Отец будущего века!» Скажи нам, «Какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Когда ты придешь судить живых и мертвых всей вселенной, когда упразднишь всякое начало, всякую власть и силу, когда преклонится перед тобой всякое колено небесных и земных и преисподних, скажи нам, какой признак твоего пришествия, чтобы и мы могли поведать людям о твоем поразительном явлении? «Господь же отвечал им, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что Я Христос. Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо время близко». То, что теперь совершается на глазах у нас, было тогда им предсказано. Тогда время близко. Ныне оно уже настало, как для всех очевидно. Видите, как Господь позаботился разоблачить еретиков и уже учителей и показать нам скрытое в них коварство. Отвечая на вопрос учеников о признаках его пришествия, он первым из всех признаков поставил появление ложных учителей, этих волков, расхищающих стадо Христова и притечь Антихриста. Потом указал сопутствующие явления, войны и восстания, восстанет народ на народ и царство на царство. Все эти явления совершаются теперь перед нами, только значение их мы не хотим понять. Войны в различных местах, голод, землетрясение, знамения небесные и прочее. Что он предсказал, все это в больших размерах теперь совершается перед нами, только смысл всего этого нам остается непонятным. Тогда, говорит Господь, многие соблазнятся и будут предавать друг друга. А где теперь нет предательства? Не восстают ли почти все друг против друга и не ненавидят ли друг друга? Очевидно, это исполнилось. Не все ли восстают друг против друга? Народ на народ, царство на царство, начальники на начальников, епископы на епископов, пресвитеры на пресвитеров, диаконы на диаконов, чтецы враждуют между собой, миряне между собою. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Поэтому и предрек Господь, испытывайте Писание, исследуйте, чтобы не прельстил кто вас. Потом указал он еще один признак. И будет проповедано сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда ожидайте конца. Приготовьтесь увидеть мерзость запустения сына погибели, который произведет скорбь великую, какой не было от начала мира. И опять говорит, восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамение великие чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Заметь это. И там и тут лжепророки и лжеучители, и лжеапостолы антихриста. Сыны погибели, которые возбуждаемые и вдохновляемые нечистыми духами, являются предпечами антихриста и противника, и своею проповеди обольстят и приготовят народ к принятию сына погибели. 709. Поэтому, братья, Божественное Писание и тут, и там повторяет, что многие обольстители появились в мире. Поэтому и Господь присоединил к своим словам. Вот я прежде сказал вам. Должно вникнуть смысл этого изречения. Прежде сказал вам. Теперь вы не имеете отговорки. Вот, прежде сказал вам. Если кто-нибудь из вас кого-нибудь соблазнят, теперь он будет безответен. Вот, я прежде сказал вам. Теперь ни у кого нет повода оправдать себя незнанием. Прежде сказал я вам. Все. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Смотрите, не примите вместо меня истинного Христа, какого-нибудь лже-Христа. Ибо многие придут под именем моим, говоря, «Я Христос». И многих прельстят. И время близко. Не следуйте за ними. Видите, как много говорится в святых книгах о подобных вещах. Потому-то и я часто напоминал вам о безбожных еретиках. И теперь умоляю вас. Не имейте общения с ними ни в чем решительно. Ни в пище, ни в питье. Не ведите с ними ни дружбы, ни знакомства, ни любви, ни мира. Ведь если кто в чем-либо подобном сходится с еретиками, тот отчуждается от кафолической церкви. Истинный же и искренний ученик Божий смело и громко провозглашает. Если кто будет благовествовать вам иное, да будет анафема. И вместе с Давыдом воспевает. Не ненавидящих ли тебя Господи возненавидел и о врагах твоих истаял? С совершенной ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Страшитесь и трепещите вы, разделяющие с ними братские трапезы. Поспешите исправиться, чтобы нечестье ваше не погубило вас. Вы уже слышали слова предупреждения. Вот я прежде сказал вам. Но возвратимся к прерванному, чтобы докончить речь о кончине мира. Скажу кратко. Предсказанные спасителем явления совершились. Теперь нам остается в полной готовности ожидать дальнейшего и не требовать большего, чем указано нам в Писании. Многие невежды и неутвержденные извращают Божественное Писание. Смотрите, не верьте им. Зло и пороки мощной волной разливаются по земле. Соблазны обильны. Но смотрите, не обобщайтесь. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Шествуйте царским путем. Оставаясь твердым и в вере, вы, возлюбленные, никогда не будете одиноки. Если не на земле, то на небе много верных, к постоянному общению с которыми вы должны стремиться. Там лики ангелов, там патриархи, пророки, апостолы, евангелисты, там мученики, святые исповедники, там преподобные, просиявшие отшельническою жизнью. Одним словом, великое множество тех имена, коих в книге жизни. Их возлюбите, им поревнуйте, от них не отлучайтесь. Память о них имейте в сердцах своих днем и ночью. Их книги постоянно держите в руках и читайте, чтобы получить от них великую пользу. Обогащайтесь словом правды, чтобы иметь возможность и противников обличать, и суесловящих посрамлять, и еретикам заграждать уста, и падающих вразумлять и обращать. Вникайте в Божественное Писание, чтобы в случаях смущения и замешательства вам не теряться, но в Божественном Писании находить твердую опору. Никакой слабости, никакого колебания в своих мыслях не допускайте ни по какому поводу. Если вы увидите многих неразумных, не удивляйтесь, так должно быть. Если появится много лжепророков, вспомните слова Господа, ибо восстанут лжехристы и лжепророки. Появятся обманщики, вспомните, что говорил пророк. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, писая 10.1. Если увидите, что честные, верные и разумные уничижаются, а порочные и гордые, предатели и блудники пользуются успехом и благоденствуют, то вспомните сказанное апостолом. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофея 3.13. Если увидите, что некоторые мнимые христиане гнушаются Божественным Писанием, а тех, которые проповедуют Слово Божие, ненавидят, вспомните, что сказал Господь. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если меня изгнали, будут гнать и вас». Иоанна 15.18.20 Если увидите, что народ сбегается к обманщикам, тайновещателям, гадателям, что распространяется учение бесовское и вопрошание нечистых духов, не смущайтесь, не впадайте в уныние. Даже при виде того, что кто-нибудь из мнимых пастырей занимается подобными делами, не отчаивайтесь. Но хотя сквозь слезы вспомните слова апостола, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, нечистым. 1 Тимофею 4.1. И другие слова «Его же будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху их, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофею 4.3.710. «Когда увидите роскошные пиры со всеми их наслаждениями, ложью, шумом и беспорядочными кликами, вспомните слова Господа «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчики, горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете и восплачете» Лука 6.25. «Когда увидите пляшущих, и играющих, и поющих бесовские песни, плачем и рыданием, вспомните слова Давыда, не познали, не уразумели, во тьме ходят» Солом 81.5. И пророка Исаию, который говорит в 5 главе 11 и 12 стихи «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деянии рук его не помышляют». И вообще, при виде всякого совершающегося соблазна, помните слова Господа «Горе миру от соблазнов, ибо невозможно не прийти соблазном, но горе человеку тому, через которого приходит соблазн» Лука 17.1. Но что говорят эти люди, жестокие сердцем, преданные лжи? Нет, говорят, зла в развлечениях. Что вредно, в игре на цитре или на чем-либо подобном? О, крайнее безумие! О, лукавое внушение дьявола! Род лукавый и прелюбодейный! Так-то вы воздаете Господу! Пречистый Господь повсюду заповедал, чтобы христиане совсем не касались развлечений! А ты говоришь, какой вред от развлечений! Горе, называющим горькое сладким и сладкое горьким, и свет тьмою! Пусть скажут нам, эти необузданные, из какой священной книги могут они представить доказательства, что христианину можно предавать развлечениям! Какие святые! Какое Евангелие научило христиан так непристойничать! Вот, Вселенская и Апостольская Церковь от восхода солнца до запада и от концов Вселенной вопиет и учит, и увещевает и через закон, и через пророков, и через апостолов, и устами самого Господа, и положительно нигде вы не найдете, чтобы христианину позволено было заниматься такими делами! Сколько царей и властителей и мудрецов и благородных и славных и законников и рабов и свободных и бедных и богатых и стартов и юношей! Кто из них всех может показать или доказать относительно того, что христианину позволено играть на цитре или прессать или что-либо другое делать из того, что мы указали выше? Никто не в состоянии доказать это! Пусть же никто не вводит вас в заблуждение, нельзя делать этого христианину! Все это чуждо кафолической церкви, все это дела, свойственные язычникам! Никто, братья мои, вас да не обольщает! Насколько вы придадитесь удовольствием, настолько отпадете от благодати! Тогда и Христос не принесет вам никакой пользы! Возвратимся опять к тому первому и прекрасному исповеданию, которое мы произнесли перед лицом многих свидетелей, предангелами, людьми и творцом всяческих! Ведь рукописание и исповедание нашего у него на небе, и он воздаст каждому по мере того, насколько он исполнил и соблюл исповедание! Там начертаны и обеты каждого из нас, и отречения от сатаны, и сочетания со Христом, и дела наши, и поступки, и слова, и помышления, и развлечения, и забавы, и все это принесет с собою Христос, когда придет судить нас. Итак, чего же вы хотите? Солгать ему? Но это невозможно. И ты, и дела твои в его руке скрыться от него, но и это невозможно, так как в его руке все концы земли, и нет твари, сокрытой от него, и все ногое и обнаженное объявится предачами его. Укрыться от лица его нет никакой возможности. Если вы взойдете на небо, он там. Если вы сойдете в бездну, и там он. Написано ведь, что все Господь, что хочет, творит на небесе и на неземле, в морях и во всех безднах. Что же нам делать, братья? Никакого выхода нам не остается. И вот перед ним открыты все тайные сердца и утробы. Бежать невозможно, и нет никого, кто избавил бы из руки его. Невозможно и скрыться, так как он держит круг земли, и все живущие на ней перед ним не более, как саранча. Противиться ему невозможно, как написано, ты страшен, и кто противостанет тебе? Салом 75, 8. Он ведь владыка и небесных, и земных, и преисподних. Он имеет упразднить всякое начало, и власть, и могущество. Оправдаться перед ним чем-нибудь, найти какую-нибудь отговорку или извинение невозможно, потому что от конца земли до конца божественное писание и вопиец и убеждает, и обличает, и вразумляет, и свидетельствует, и угрожает. «Потому и говорит Господь наш, отвергающийся меня и не принимающий слов моих, я не сужу его, но слово, которое говорю, оно будет судить его в последний день». Иоанна 12, 48. «А также, если бы не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а ныне не имеет извинения во грехе своем». «Вот вы слышали, что никто не имеет извинения». Иоанна 15-22 «Действительно, братья, нам нет выхода». 712 «Но может быть кто-нибудь возразит мне, ты уже достаточно побронил нас в своей беседе, и печально нас навел, и о наказаниях напомнил, и возмездие изобразил, и вообще устрашил, и запугал нас чрезмерно». Согласен, что это так, и знаю, что каждый из вас сам даст за себя ответ Богу. Каждый пожнет то, что посеял, и каждый понесет свою ношу. Но раз ты завел об этом речь, и устрашил, и запугал нас, то покажи нам, наконец, и путь ко спасению, дай средства для излечения наших недугов. После таких ужасов порадуй нас чем-нибудь. Вот я хочу спастись, что мне делать? Как достигнуть спасения? Кому прибегнуть? Ведь я много согрешил и словом, и делом, и вольно, и невольно, и днем, и ночью, и ежечасно. Что же мне делать? Где искать спасение? Кому прибегнуть? Я скажу тебе, к кому прибегнуть. Блаженный Давыд указал, где должно искать прибежище, сказав, Бог нам прибежище и сила. Салом 45.2 Это показал и Иоанн больше всех пророков, говоря, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн 1.29 Это же возвестил и ангел, он спасет людей своих от грехов их. И опять пророк Давыд говорит, Господи, к тебе прибегаем, у него и ты ищи прибежище, у того, кто сказал, не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию, кто сказал, не требует здорового и врача, но больные, кто сказал, покайтесь, приблизилось царство небесное, кто сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас, кто сказал, власть имеет Сын человеческий на земле, прощать грехи, кто сказал, грядущего ко мне не изгоню вон, кто через пророка сказал, живу я, не хочу смерти грешника, но чтобы обратились и живы были, языки Иля 33, 11, кто сказал, что он сотворит, отметающих, вопиющих к нему день и ночь, кто сказал, радость бывает на небесах и об одном грешнике кающемся, к нему прибегай с покаянием и слезами, покайся и не сомневайся, покайся и не унывай более, не отчаивайся в своем спасении, на небе радость, когда ты каешься, а ты медлишь, ангел ликует, а ты понурил голову, ради тебя пришел врач душ, а ты скрываешь рану, он громко зовет, обратитесь ко мне, сыны человеческие, придите ко мне, и ты не спешишь на его призыв, он восклицает, не пришел призвать праведников, но грешных к покаянию, Матфея 9, 13, о неизмеримое человеколюбие владыки, не пришел призвать праведников, говорит, но грешников, и так, дерзай, грешник, и не отчаивайся, тебя пришел призвать добрый пастырь, ради тебя преклонил он небеса и сошел со словами, придите ко мне все труждающиеся, не пришел я призвать праведников, но грешников, но смотри, не возомни о себе слишком, слыша о неизреченном его человеколюбии, не с простым ведь призывом он к тебе обращается, но прибавляет, не пришел, говорит, призвать праведников, но грешных на покаяние, не на забавы, а на слезы, не на пиры и возлияния, а на пост, бдения и слезы, не на пляски и увеселения и услаждения музыкой, а на труд, скорбь и тесноту, блаженный, говорит он, плачущие и рыдающие, очевидно, о грехах своих, и так, начни кайться, положи только начало, и волк кающихся будет тебе содействовать и укрепить тебя, ты получишь от него обильную благодать, и она будет для тебя слаще меда и соца, пути жизни разнообразны, как написано, и способов спасения много, каким хочешь способом, тем и воспользуйся, только спасайся, если можешь, раздавай милостыню, не можешь, Бог не взыщет, нет у тебя ни хлеба, ни одежды, встань на колени, ударяй себя в грудь, плачь, рыдай, скорби, простирай руки к небу, возведи очи твои Господу, постись, бодрствуй, это у всякого в распоряжении, тут ты уж ничем отговориться не можешь, постарайся же всегда этими средствами угождать Богу, впрочем, и ими нужно пользоваться осмотрительно и благоразумно, в противном случае они окажутся бесполезными, а труд твой тщетным, 713, и так, упражняясь в этих добродетелях и преподая к Богу с покаянием, особенно тщательно наблюдай, чтобы ни с кем не иметь вражды, этого главного препятствия к достижению твоей цели, но, как сказал апостол Павел, со страхом и трепетом совершайте свое спасение филиппийцам 2.2 и соблюдая заповеди Христа гласящую, если прощаете человеком согрешение их, то простится и вам, простит Отец ваш небесный согрешение ваше, если молишься Богу от всего сердца без суеты и рассеянности, соблюдай эту его заповедь и оставь, если что имеешь против кого-либо. Ты хочешь, чтобы тебе отпущены были твои грехи, прости ты ближнему своему его грехи против тебя, если не отпустишь грехов брата твоего и твоих не отпустит Господь, потому что Он сказал, если не отпустите человеком согрешение их, то и Отец ваш не отпустит вам согрешение и ваших. Во все 6.15 И мы знаем все, что Он не обманет, потому что Он не ложен и верен во всех словах Своих. Затем будь готов к тому, чтобы Господь каждый день может потребовать твою душу. Не делай так, чтобы сегодня покаяться, а завтра забыть об этом, сегодня плакать, а завтра сплясать, сегодня поститься, а завтра упиться вином до такой степени, что и ноги не держит. Сегодня бодовство у тебя завтра пасть, но заботься о своем спасении так, чтобы быть увенчанным. Будь верен добродетели, не уклоняйся от подвига, чтобы не лишиться венца. Все удовольствия мира сего и его славу отвергнись ненависти и скажи вместе с Давидом «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю, от всякого злого пути удерживай ноги мои, клялся хранить праведные суды твои. Постарайся же всегда быть готовым, чтобы когда не придет тот, кто потребует душу твою, всегда нашел бы тебя готовым в покаянии. И я ручаюсь тебе, что тогда он не отлучит тебя от части спасаемых». Соблюдай всегда заповедь Господню. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И еще «Будьте готовы, ибо не знаете, в какой час приедет Сын человеческий». Матфея 24, 44. Тоже внушает и апостол. «Непрестанно молитесь». 1 Фессон 5,17 «Вдумайтесь, что это значит непрестанно. Это значит всегда, во всякое время, и днем, и ночью, и вечером, и утром, и в полдень, и во всякий час, и за работой, и в пути, и в поле, и за сахой, и ложась спать, и вставая от сна. Не откладывай молитву на воскресенье или на праздник, не выбирай для нее место. Божество не ограничивается местом, в руке его все концы земли». Солом 94, 4. «Поэтому и пророк Давид, молясь каждый день и каждую ночь, не разбирал ни дня, ни места, но со слезами говорил и побуждал сам себя. На всяком месте владычества его благослови душа моя Господа». Так и вы, возлюбленные, не ждите известного часа или дня, не стесняйтесь местом, но, как было уже сказано, на всяком месте и дома молитесь, и в церковь придя молитесь, и где бы ни пришлось молитесь, на всяком месте владычества Божия. Слушайте все живущие во вселенной, вместе богатые и бедные, мужчины и женщины, толпы народа, юноши и девицы, старые и молодые, цари земные и все судьи земли. Послушайте написанное. Время кратко, и имеющие жен должны быть как не имеющие. Отвергнемся нечестия и мирских похотей, и будем целомудренно и правильно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Фитт 2.12. Поминайте меня всегда, братья, и держитесь в предании, которое получили вы от блаженных мужей пророков и апостолов и от самого Господа всяческих. Примером злострадания и великодушия да послужат вам пророки терпения Иов, целомудрие Иосиф, благоразумие Даниил, любви сам Господь наш Иисус Христос, который себя за нас предал. Покаяние Бога Отец Давид, вот вам образец покаяния, призывающий и убеждающий вас такими словами. Придите, дети, послушайте меня, и я научу вас покаянию, ведь я сам некогда поддался соблазну, но восстал посредством покаяния и знаю по опыту человеколюбия владыки, знаю, как с распростертыми объятиями принимает он тех, кто искренне кается. Невозможно ведь, чтобы Господь солгал, а я слышал, как он говорил, приходящего ко мне не изгоню. Небо и земля прейдут, а слова мои не прийдут. Единожды клялся Господь и не отречется. Живу я, не хочу смерти грешника. Из Игиле 33, 11. Слышали вы, что самим собою поклялся человеколюбец? Поэтому всех умоляю, придите, дети, послушайте меня, и пока есть еще время, поспешим, прежде чем наступит день Господень великий, предварим лицо Его во исповедании, придите, поклонимся, и припадем пред Господом, сотворившим нас. Так как Он сотворил нас, то Сам же Бог ущедрит нас, и благословит нас, просвети лицо Твое на нас, и помилуй нас. Он есть Бог кающихся, Он принимает нас кающихся, Он и пасет нас. Ему слава, и держава, и всякое благодарение Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.